Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 139-я серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Господь продолжает свою речь. Аудиторией Его являются ученики, в частности, 70, вернувшиеся. И частично эта речь повторяется, и частично вот эта речь помещается разными евангелистами в разный контекст. Возможно, действительно Христос в разном контексте говорил примерно одно и то же. И сегодня мы поговорим о том, что необходимо человеку для покаяния. Христос об этом рассуждает. Сожалеть о грехах, знаете ли, модно иногда. Да, вот люди начинают каяться за своих предков. Хотя, опять же, один журналист сказал, «Больше всего мы сожалеем о тех грехах, которые не совершили, когда подворачивалась Аказия». Конечно, это не сожаление о грехе. А некоторые еще думают, что воспитание или образование вполне могут заменить покаяние. Ну, вроде, все равно же речь идет об этике. Нет ничего подобного. Образование и воспитание. Ну что, это все равно, что каннибал закончил Оксфорд, и теперь, когда ест людей, использует нож, вилку и салфетку. Салфеткой промакивает губы. На самом деле, конечно, покаяние – это подлинное сокрушение о грехах. И это то, чего не хватает нынешним людям. А Бог повелевает всем повсюду покаяться, читаем мы в Деяниях апостолов. Сегодня давайте прочитаем фрагмент из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 20 по 30 стихи. Здесь говорится о подлинном покаянии и о том, что необходимо для этого покаяния. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Что нужно для покаяния? Семь условий выдвигает здесь Господь Иисус. Во-первых, необходимо желание грешника покаяться. Вот в 20 стихе мы читаем, что вина за отсутствие покаяния лежит на грешнике. Следовательно, от грешника требуется решение о покаянии. Дух Святой обличает каждого грешника. Говорится о Душе Святом. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. И вот честность перед обличением – это редкость. Обличение чаще порождает обвинения вроде «А ты-то кто? Сам дурак». Люди противятся Святому Духу, и в этом обличал своих слушателей Стефан. Жестаковые люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. И Стефана тут же побили камнями. Видимо, за грубость, чтобы неповадно было Духом Святым нас стращать. Вот Писание говорит ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ожесточение – это то, что мы сами совершаем со своими сердцами. Ожесточение, обызвествление сердца, сердце твёрдое. Ожесточение всегда ведёт к жестокости. Оно к этому привело языческий мир. Как об этом Честертон писал. Очень разные, несовместимые вещи любили консулы Рима и пророки Израиля. Но ненавидели они одно и то же. Это как, знаете, стоит нищий, просит подаяния, и как это у Лермонтовой. И кто-то камень положил в его протянутую руку. Человек нищий смотрит, сжимает камень и говорит подавшему. А зачем ты мне отдал своё сердце? Теперь ты ещё бедней меня? Забери, я не могу взять такое сокровище. Не делайся жестоким, иначе обеднеешь. А вот слезами покаяния можно растопить каменное сердце, ледяное сердце, лёд неверия. Как у Кая в глазу, у которого застрял осколок дьявольского зеркала. Второе, что нужно для покаяния, это Божье удостоверение. Если можно так выразиться. Божий такой яркий призыв. И это удостоверение, вот эти свидетельства, эти знамени, они уникальны, индивидуальны и достаточны. Вот мы видим, что Христос говорит, горе тебе, Харазин, Вифсаида, если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, чудеса, явленные в вас, то они бы давно покаялись. Капернаум, вот тоже, вот если бы Содом увидел то, что видишь ты, ты тоже бы покаялся. У меня всегда возникал один вопрос. А почему Бог не дал такие чудеса Содому, Тиру и Сидону? Ведь если Бог хочет, чтобы все покаялись, Он же должен употребить все усилия. А нет, нет. Это всё очень индивидуально. И есть некий порог, выше которого Господь не будет идти. Почему? Ну, так Он решил. То есть, для тебя достаточно вот такого свидетельства. Для покаяния Бог даёт строго дозированное определённое количество чудес и знамений, исходя из индивидуальных особенностей грешника. Бог не даст знамений сверх необходимого. То есть, это интересно. Еврейские посёлки, Харазин, Вифсаиду, Христос сравнивает с великими городами. Там, горе тебе Балашиха, горе тебе Люберцы. Если бы в Нью-Йорке и Токио были явлены чудеса, явленные в тебе, то они бы покаялись. Вот интересно. Посёлкам Бог даёт больше. Там живут люди простые, не склонные к рефлексии. А ты живёшь в большом городе. Книжки читаешь, наверное. В кафе ходишь, в интернете сидишь, в Старбаксе. Много читаешь. Много должен понимать. Много с тебя и спросится. Бог даёт каждому ровно столько, чтобы покаяться. Тютелька в тютельку. Но Харазину, Вифсаиде и Капернауму дано больше. Сам Бог туда пришёл, а они не оценили. Это как есть байка про Ростроповича, который приехал в сибирскую деревню и обнаружил, что концерт для виолончели и фортепиано исполнить невозможно. Пианино безнадёжно расстроено. И после небольшой репетиции пришлось заменить пианиста баянистом местным. И вот Ростропович заиграл под аккомпанемент баяна. И неожиданно из зала поднялся хмурый мужик и закричал. Лысый, кончай пилить ящик, дай гармошку послушать. Люди слушают кого угодно, но только не Христа. А ведь надо бы остановиться, прислушаться к нему. Иначе Гитлеру отрадней будет в день суда, чем вам. Ну, именно такой контраст здесь даёт Христос. Содому будет отрадней. Ну, да. Гитлер-то бросил ходить в церковь очень давно. А вы, может быть, и до сих пор ходите. Да всё никак в своих грехах не раскаиваетесь. Всё на исповеди ещё ни разу не были. Третье, что нужно для покаяния. Смирение, уподобление младенцу. Продолжая речь, Иисус сказал, славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл это младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твоё благоволение. Бог не открывает себе интеллектуальным гордецам, оказывается. Скепсис спрашивает. Вот что это такое за дискриминация по уровню IQ? За что обижают мудрых? Что за бесчеловечность? Ведь человек разумный, гомо-сапиенс. И тут в пору воскликнуть. Что, а младенец, значит, не гомо-сапиенс, что ли? Между мудрым и разумным, и младенцем такая же разница, просто как между сытым и голодным. Богатым и нищим. Младенец ещё готов впитывать. А ты, кажется, уже не готов. Но кому нужнее еда? Конечно, голодному. Мудрый и разумный объелся интеллектуально. Он не хочет каяться. Вот в чём проблема. Это лютеранский пастор Вильгельм Буш рассказывал, как в Штутгарте жил некий католический священник Дан. И как-то встретил он одного члена своей общины. По профессии это был портной, очень успешный, богатый человек. И вот священник спрашивает. Почему вы не ходите на мессу? Почему не подходите к причастию? Тот ответил. Да видите ли, надо же на исповедь сначала сходить. А на исповеди надо говорить что-то, что я там бедный грешник. А я вот не хочу. А что священник сказал? Можете не говорить, что вы бедный грешник. Можете прямо на исповеди сказать, я высокомерный портной. Что тоже, в общем-то, будет правдой. Лежащий на полу не может упасть. Тот, кто признал свою неспособность что-то богу предъявить хорошего, кто признал свою нищету, свой голод, тот может покаяться. Поэтому отрекитесь от интеллектуальной гордыни. Падите ниц перед детской простотой Евангелия. То, что понятно детям, примите и вы. Четвертое, что необходимо для покаяния. Необходимо, чтобы Бог захотел открыть вам истину. 27 стих. «Все предано мне, отцом моим. Никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть?» Слава богу, что он вот эти критерии тут же обозначает. Собственно говоря, мы о них и рассуждаем. А кому сын хочет открыть? Мы видим, что никто действительно не может прийти к Богу, если не привлечёт его отец. Так сам Христос говорит в Иоанн 6 главе. «Свой грех – это, вообще-то, попытка встать на место Бога. Дескать, я нашёл Бога. И если бы история поисков, религиозных поисков человечества была именно историей поисков. Вся история религиозных поисков – это отказ от всяких поисков. Мы быстро устаем. Надоедает нам искать Бога. Поэтому сказано, поищут, войти невозмогут. Да вот же я, я гожусь на место Бога. А вот Бог неутомим. Он как раз всматривается в нас и ищет человека. Он окружает нас. Как человеку найти Бога? А никто в этом тебе помочь не может. Как рыбе помочь найти океан? Ну как? Да, глянись вокруг. Обратись просто к Богу. Не надо его искать. Просто вот прямо сейчас на месте скажи, Бог, прости мои грехи. Я хочу, хочу быть с тобой. И он вот прямо рядом, он услышит. Ну и, конечно, бегом в церковь, чтобы услышать его. Потому что так-то это может и шизофрения развиться. Никто тебе в ответ голосом ничего не скажет. Может быть, внутри что-то почувствуешь. Но на исповеди тебе скажет священник. Сам Христос скажет его устами. Прощаются тебе грехи твои. Не уповайте на свои поиски. Обратитесь к Богу, который вокруг вас и хочет открыться вам. Будут все научены Богом. Вот продолжается эта история из Иоанна 6 главы. Никто не может прийти, если не привлечет отец. Но будут все научены Богом. Всех он привлечет. И, правда, не все откликнутся. Всякий слышавший от отца и научившийся приходит ко мне. Вот станьте научившимся. Пятое, что нужно для истинного покаяния. Это осознание своего утомления и бремени. Все труждающиеся и обремененные придите ко мне. Призыв обращен ко всем. Все таковы. Фактически, Христос декларирует свой всеобщий призыв. И пророк Захария свидетельствует, что велика тяжесть греха. Беззаконие сидит на таланте свинца. Псалмопевец с плачем восклицает. Беззаконие мои превысили голову мою. Как тяжелое бремя отяготили на мне. Признайте себя утомленными и обремененными грехом. И Христос готов взять это бремя греха. Блаженный феофилак болгарский восклицает. Что за труд? Уверовать, исповедоваться, креститься. Ничего трудного в христианстве, в церкви нет. Это все отдых после греха. А когда устаем мы от христианства, а такое ощущение бывает и часто. Это означает, что мы подменили христианство Христа своими планами, своими усилиями. То есть, опять возвалили на себя свои грехи. Избавьтесь от грехов, попросив прощения у Христа и покаявшись. Сбросьте это бремя. Шестое, что необходимо для покаяния. 29 стих. Возьмите иго моё на себя. Иго – это крест. Это вера в то, что Христос умер за тебя. И готовность этот крест понести с Христом. Мы теперь в одном ерме. Господи, куда ты, туда и я. И христианину легко иго креста не потому, что крест лёгкий, а потому, что Бог под этим же ермом. Бог не всегда даёт силу, оружие. Бог благословляет не противиться злу силой. Зато Бог даёт то, чего не может дать ни один главнокомандующий, ни один пулемёт Стечкина. Он даёт себя. Он рядом. Он не пастух, который напялил на вас ерьму и покрикивает, мол, что ты там тормозишь, оно же лёгкое, иди давай поши. Он тащит крест рядом с нами. Он дышит рядом с нами. Как пёл Борис Борисович Гребенщиков. Так что же мы до сих пор? Всё пьём эту дрянь, цапаем чертей за бока. Нам же сказано, что утро не возьмёт свою дань. Обещано, что ноша легка. Покаяние подразумевает, что ты берёшь крест и идёшь за Христом, будучи ему послушан. Так что если ты загулял в поле, на тебя набросили аркан разбойники-бесы, слуги сатаны или тяжести греха, то самое время взбрыкнуть и вернуться под иго Христа. Там отдышаться и снова идти с ним. Ноша легка. Ну и седьмое условие. Нужно быть готовым учиться у Христа. 29 стих. «Научитесь от меня, я кроток и смирен». То есть, учитесь кротости и смирению. Он ведь ждёт нашего покаяния кротко и даже как-то униженно. Даже когда мы не осознавали, что мы грешники, он уже умер за нас. И он готов простить наши грехи. Он как такой, знаете, любящий отец, который, вот сколько бы дети не ошибались, он готов снизойти, простить, принять. Я читал историю, человек рассказывал, вот с ним это произошло в детстве, ещё много лет назад, во времена СССР. И ему очень хотелось иметь фотоаппарат со вспышкой. Но это был просто невероятно дорогой подарок. Поэтому он попросил отца купить такой фотоаппарат, если возможно. Отец ничего не обещал, но, как говорится, в сердце своём положил исполнить желание сына. Он взял дополнительную работу, приходил домой поздно, очень усталым. Незадолго до дня рождения мальчик обнаружил в кладовой коробку, и он мгновенно определил, что там лежит заветный подарок. Его разобрало любопытство, он начал коробку вскрывать. Но как только он достал вот эту вспышку, кто-то позвонил в дверь, и мальчик стал поспешно как-то выдворять вспышку на место, и уронил её. И вспышка разбилась, стекло разбилось, лампочка перегорела, всё. Он, конечно, в коробочку всё это упаковал, положил, и стал со страхом ожидать дня рождения. Он не мог признаться отцу, что обнаружил подарок раньше, да ещё и разбил вспышку. Надеялся, когда-нибудь, может, я сам смогу там поднакопить, отремонтировать. Ну, вдруг там никто не заметит. И вот день рождения наступил. Вся семья, там было много детей, поэтому трудно было такие подарки делать. Но отец ведь всё-таки дополнительно работал. В общем, семья собралась, за праздничным столом имениннику пришлось тоже сесть. Значит, наступило время пожеланий и подарков, и вот отец говорит, вот тебе, дорогой сынок, желанный подарок, как ты просил, фотоаппарат со вспышкой. Ну, сын говорит, спасибо, папа, и, значит, прячет фотоаппарат под стол. Ну, покажи нам фотоаппарат, там братья и все сёстры кричат. Покажи папин подарок. Да ну, давайте, ну что, ну потом, может, не сейчас. Ну, отец говорит, ну, сынок, ну, слушай, ну, все мы хотим посмотреть, ну, давай, покажи всем подарок. Ну, значит, тут, конечно, отец. И вот он нехотя разворачивает подарок, самому стыдно, открывает коробку, достает вспышку. Вспышка вообще целёхонькая. Он смотрит на отца, вот прям непонимающими. Ну, и отец тихонько улыбается и подмигивает ему. Ну, то есть, он всё это дело обнаружил и ещё за дополнительные деньги отдельно купил вспышку. И это было потрясающе. Как это похоже на нас, я думаю. Мы разбили грехом своим наши души. Да что наши-то души? Чужие судьбы мы разбиваем своими грехами. И многие из нас стыдятся прийти к Богу. Мы ждём немилосердного Божьего суда. Однако, как в Писании сказано, милость превозносится над судом. И мы обретаем вдруг по благодати даром то, о чём мы не мечтали. Дар вечной жизни. Поэтому самое время покаяться. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok